Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня в одном видео будет две коррекции, так что устраивайтесь поудобнее, будет интересно! И собственно вот такие ручки пришли ко мне на коррекцию 10 августа. Это моя работа, это была моя первая работа с этой клиенткой и она невероятно счастлива, что покрытие относилось замечательно. У нас здесь очень красивая стрекоза, мне она очень влюбилась. Это моя работа, видео есть на канале, ссылка будет в описании. Снимаю старый материал и корректирую длину. Делаю керамическую фрезу, она меньше делает пыли и быстрее снимает покрытие. Работаю аккуратно, на ноготь не давлю, она скользит по поверхности, цепляю абразивом старый материал и снимаю его. Работаю в режиме форвард скорость 20 000 оборотов. В средней части фрезы работаю в середине ногтя, где слой толще, а у кутикулы и по бокам работаю носиком фрезы. Там абразив более мелкий, чем в середине, носик более деликатно снимает старый материал в местах, где слой тонкий. Пилочкой придаю форму свободному краю, от точек в роста начинаю от пил боковых сторон, смотрю где работаю пилкой, чтобы не перепилить лишнего. Прохожу пилкой по поверхности, береглянется от ручей части ногтевой пластины. Как и фрезой, пилкой на ноготь не давлю, работаю аккуратно и без нажима. Пилочка просто скользит по ногтям. Дальше маникюр. Здесь с маникюром очень все просто, в этом плане это легкие руки. Работа стандартная, открыла под кутикульный карман и фрезой прочищаю. Работаю в режиме форвард с левой стороны и в режиме реверс буду работать с правой стороны. Скорость 12-15 тысяч оборотов. Как обычно, несколько первых проходов делаю непосредственно по ногтевой пластине, работает щечка фрезы, счищаю остатки птеригии. Дальше работаю с упором в кожу, открываю и приподнимаю ее для среза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На подготовленные ногти наношу праймер. Наношу грунтовочный слой базы, втираю материал в поверхность ногтя. Дальше укрепляющий слой, выполняю его гелем. Я в основном заказываю камуфлирующие гели, так как камуфлирующих оттенков много. Прозрачный всего один, поэтому в заказе у меня несколько камуфлирующих гелей и один прозрачный. И прозрачные гели я берегу для каких-нибудь дизайнов, где требуется прозрачный торец или что-то в этом роде. Именно поэтому камуфляж я использую во всех остальных случаях и в том числе нанесений под цвет, даже если он вот такой вот красивый. Клентка хочет блестки. В базу добавляю вот такие золотые блестки. Я их брала на Алиэкспресс, ссылка будет в описании. Добавляю блестки в базу, наношу черный цвет. Сразу выравниваю кутикулу, так как оставлю в один слой. У кутикулы выкладываю эти блестки и делаю растяжку. Сегодня дизайн будет черно-золотой. Перекрываю черные ногти с золотыми блестками топом. Они уже больше мне не понадобятся, к ним возвращаться не буду. На остальные ногти наношу базу фойл от Лавли. Это специальная база для декора. Она имеет сильный дисперсионный слой, на который отлично отпечатывается фольга. Наношу тонким слоем, сушу ровно 30 секунд в лампе. И отпечатывая фольгу, я ее также брала на Алиэкспресс. Здесь я совершила ошибку. Под фольгу нужно было нанести золотой гель-лак или гель-лак с золотыми блестками. Позже увидите почему. Пилочкой прохожу по торцу. Убираю пыль. Перекрываю топом, а ногти с декором, то есть с фольгой, перекрываю двумя слоями топа. Вот такой блестящий маникюр получился. Ничего сложного, выполняется очень просто. И вот клиентка вернулась ко мне 17 сентября, то есть через месяц и неделю. Само укрепление отлично относилось, ни с колок, ни от слоек. А вот фольга с торцов затерлась, особенно на правой руке. Если бы я нанесла золотой гель-лак под фольгу, возможно не так была бы заметна пустота. Но если честно, у меня и мысли не возникло, что фольга может сколоться, так как на этих руках она отлично относилась при тех же условиях ее крепления. Клиентка сверху нанесла обычный гель-лак с блестками. Снимаю старый материал вместе с блестящим лаком клиентки. Пожалела, что взяла твердосплавную фрезу, она забилась от обычного лака. Ну и покрытие снимать не дольше. Но я не подготовила, то есть не продезинфицировала керамику, поэтому взяла твердосплав. В этот раз клиентка хочет формул квадрат. Торец срезаю по прямой. Старый материал снимаю таким образом, чтобы оставить прямую ровную поверхность. Для этого я не снимаю полностью материал на торце. Когда вид сбоку меня устраивает, оставшуюся толщину убираю снизу. Это такой мой эксперимент, так повторять не обязательно. Вообще по правильному нужно снимать полностью старый материал и делать новое покрытие. Но я решила вот так вот поэкспериментировать по пилу из старого покрытия в уже нужную форму. Правильно я делаю или нет, но решила поэкспериментировать. Пяточкой передаю форму свободному краю. Укрепление отлично относилось. Маникюр в этом видео я уже делала на этих руках, повторять не буду. Поэтому вот такие ногти уже готовы к покрытию. Наношу праймер. Грунтовочный слой базы наношу на все ногти, втираю в поверхность. Опять укрепление гелем. Во-первых, этот материал отлично носится на этих руках. А во-вторых, в форме квадрат углы требуют особой прочности. Я не хочу, чтобы клеенка вернулась со сколами на углах или вообще без них. Поэтому укрепляю гелем. Можно, конечно, и полигелем укрепить. Он тоже отлично держит углы. Но работа с этими материалами кардинально отличается. Сегодня мне не хотелось выполнять повторный опил. А полигель я всегда опилю, всегда придаю четкость формы. Вот поэтому взяла гель. Выстраиваю новую высоту апексу. И к свободному краю свожу материал к минимуму. Но без опила все-таки не обошлось, к сожалению. Хочется убрать небольшие наплывы по бокам. Они прям муляют мне глаз. И придаю четкость торцу. Все-таки гель немного скругляет. Хорошенько убираю пыль, чтобы она не мешала в покрытии. И наношу цвет. У нас сегодня будут красные ногти. На втором слое выравниваю цвету кутикулы. И придаю плотность покрытию. Дизайн сегодня тоже очень простой. Анкрустация стразами. Наношу на месте, где запланировала стразы, прозрачный гель. На этом ногте крепить их буду вертикальной полосой по центру ногтя. Сначала прикладываю большой красный страз. Утаптываю его в гель, чтобы по краям образовалась кайма. Дальше прикладываю обычные голографические стразы, поменьше в два ряда. Добавляю бульонки вокруг красного камня и между маленьких страз. Стразы и бульонки я также брала на Алиэкспресс. Ссылочку оставлю в описании. Апельсиновой палочкой поправляю, выравниваю композицию. Перекрываю все ногти топом. Ногти со стразами перекрываю топом, обходя камни. Вот такие ногти получились, смотрятся очень нарядно и ярко. Надеюсь, вам было интересно такое видео. Если это так, что от вас лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А впереди много интересного. На сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok